Ставил мою мармышку Побвесик какой-то позже, шарик, вот такого подвески, ласковито появилось всем привет сегодня 14 декабря наконец-то наступили морозы после дождей и можно смело передвигаться по льду я на артеонском заливе очевидно не буду сегодня рыбачить буду ловить на мормышку с кивком так дело в том что вы очевидно с прошедшего видео что начал попадаться здесь подлещик ласкири подлещик первую очередь у меня прицел на подлещика а потом уже платва сейчас кормлю лунки на подлещика так уже то что я под черным лесом прикормку использовал холодная вода лещ прикормка содержит животные компоненты сухую кровь мясокостную муку рыбную муку и протеиновые добавки состав прикормки имеет слабую калорийность позволяет удерживать рыбу на месте лова длительное время не насыщая ее может применяться стоячей воде также в водоемах с течением и буду добавлять ароматическую добавку карамель там еще есть ароматическая добавка мотыль что-то еще этот самый ну пока тут на этом за этом заливе очень много мелкого у меня я боюсь а сразу привлечь мотыль этого сам окуня поэтому не добавлять 150 грамм 600 грамм 150 грамм на килограмм прикормки ароматической добавки полагаю потом вторую пачку а больше чем одну треть она желтая будет контрастировать с одном и мелкую плату не сильно будет привлекать для платы более темная конечно по рекомендациями чуть-чуть переборщил ну ничего страшного карамель и бисквитом запах яркого нету кормового мотыля использовать так дело в том что я буду тут практически ровный участок дна тут уже позиционная ловля самое главное угадать ход рыбы я чтобы угадать ход рыбы и чтобы ее ход в моей лунке попали больше чтобы обычно раньше делали кругом лунки из-за этого проход по лункам назывался круг у лещатника удобно рационально ты обходишь лунки приходишь на базу ну если ход рыбы будет с какой-то одной стороны внутренняя сторона круга будет без рыбы внешняя будет перекрывать ход рыбы и получается что вы сделали лишние лунки они не так будут активны это уже проверено я делаю если знаю ход рыбы делаю в одну линию лунки а если не знаю то делаю треугольником без гипотенузы ну короче вот так вот и уже практически с какой стороны рыба будет идти будет перпендикулярная линия тут тоже так буду делать берегу и назад треугольником без гипотенузы добавили сейчас увлажняем прикормку будем кормить буду одну кормушку на дно и одну метр от дна чтобы поменьше столб муки создать более концентрированное пятно прикормки на самом дне кормушку было открывать и чуть-чуть более рассредоточено чтобы с большей площади привлекать рыбу да рыбалка обещает быть интересной с первой лунки сразу же три плоти на мотеле если бы был подлещик то вот вы бы скорее всего не было сейчас вторую лунку вот 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 Да, это точно уже не плотва. И крупное плотво. И крупное плотно. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Ух ты, елки-палки, только подмотал. Ухалида высоко стоит, не возле дна. Сразу же поклевка. Дело в том, что сегодня уже в обед начали многие собираться. Очевидно, активность рыбы невелика, но у меня клевала целый день. Лубы, конечно, можно надубасить было ее, если бы нам отеля ловил. Мы, конечно, мельче плотва выбрали. Вот подошла к финалу наша рыбалка. Сегодня очевидно, что клёня не очень был хороший. Многие рыболовы уже в обед начали собираться домой. Но у меня клевала практически целый день. Если бы я, конечно, хотел подлещика, набрал мотыля, две порции и ловить на мотыля. Ну, так как подлещик попался, а потом подошла плотва, гусера мелкая, я перешел на без мотыля. И тоже уже проверенной мормышкой не ловил каплей на прошлой рыбалке. Начал ловить с подвесом шарика. У них гвозди шарик, а может гвозди шарик, не знаю. Одного подлещика поймал, потом что-то не пошло. Потом на проверенную каплю плотва начал ловиться. Я под вечер уже плюнул на всё и повесил шарик. В общем, попался подлещик, крупная плотва. Супер! И такая плотва. Ну, короче, я его разловил. Мормышка рабочая, и я думаю, по подлещику она будет работать. Лиска тебе показала. Лиска. Новая лиска показала себя хорошо. Крупную плотву я подсекал очень резко. на небольшой глубине. Очевидно, рыбу она выдерживает. Ну, ещё последняя проводка и всё. Увлекательное дело. Без мопилка. На момент. Если бы хотелось больше рыбы, я бы, конечно, на проверенные снасти ловил бы. Ну, всё, дорогие друзья. Всем мира и добра. До новых встреч. Будут ещё рыбалки. Будет без мопилка. Будет и мопилка. Пока. Hastständия. Благопилка.